Более 200 тысяч квадратных метров жилья, школы, больницы и детские сады планируется построить в Котельниковском районе до конца 2015 года в рамках возведения горно-обогатительного комбината. Первые дома уже подключены к инженерным сетям. С новоселами в рамках рабочей поездки в регион пообщался губернатор Сергей Баженов. Он также оценил темпы строительства объектов социальной инфраструктуры. Материал Ольги Макаровой. Микрорайон восточный города Котельникова похож на оазис. Новый и яркий, он вырос в полупустыне буквально за считанные месяцы. Сегодня в просторные и полностью мебелированные квартиры заезжают первые новоселы. Максим и Виктория Остриковы приехали из Днепропетровска. Глава семьи работает на предприятии Еврахим Волгокалий. Его жена занимается воспитанием дочерей, младшей из которых Сашеньки нет и года. Очень довольны. Тепло, детям очень тепло. Даже вот жарко, можно сказать. Ну, довольны. И места много, детям есть где и побегать. Поиграться. Очень нравится все. По окончании декретного отпуска Виктория планирует выйти на работу. Тем более, что в микрорайоне активно идет строительство детского сада и школы. Все эти объекты возводятся в рамках инвестиционного соглашения региона с компанией Еврахим. Это крупнейший подобный проект в России. Финансово в нем участвуют и регионы, и федерации. Конечная цель – создать 3,5 тысячи рабочих мест, получить прирост налоговой базы, обеспечить жителей квартирами, дорогами и социальной инфраструктурой. Самое главное, что нет проблем с финансированием. Здесь и областной бюджет, и федеральный бюджет, и сам инвестор придерживаются очень строгих правил. Если объект должен быть сдан 1 декабря 2014 года, он будет сдан 1 декабря 2014 года. Сегодня у нас инфраструктурные проекты по строительству жилья, по строительству дорог, по строительству развязок, путепроводов – это несколько миллиардов рублей. Волгоградский регион стал привлекателен для инвесторов. Они создают здесь производство, строят новые объекты, другими словами, вкладывают средства сюда, в местную экономику. А дачу получают жители в виде работы, улучшения условий быта. Поэтому сотрудничество с инвесторами областное правительство будет и дальше развивать. Привлечение инвестиций и создание рабочих мест – это тот приоритет, который сегодня поставил правительству первоочередной задачей. Развитие и привлечение инвестиций, чтобы инвестиционный климат был у нас самым благоприятным. Уже сегодня 26 компаний реализуют в области 30 инвестиционных проектов. И каждому, учитывая большую социальную отдачу, регион оказывает поддержку. Ольга Макарова, Александр Фишин, телекомпания «Ахтуба» из Котельниковского района.